Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, сегодня мы проводим первое заседание Оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия Куликовской битвы. В нашей работе сегодня принимает участие полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев. Я хотел бы поблагодарить и Татьяну Алексеевну Голикову, и Алексея Геннадьевича Дюмина, без колебаний согласившихся возглавить наш Организационный комитет в качестве его сопредседателей. Конечно, отдельные слова благодарности директору музея-заповедника Куликова поля Владимиру Петровичу Гриценко. Рассчитываю, что эта замечательная площадка, на которой проходит наша сегодняшняя встреча, станет таким смысловым центром по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. Уважаемые коллеги, в своей знаменитой речи, посвященной преподобному Сергию Радонежскому, наш выдающийся соотечественник, историк Василий Ключевский сказал, Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подняться на ноги после падения. Битва на Куликовом поле служит именно таким примером – прорывом из тяжелого безвремени, периода раздробленности и распри между русскими княжествами. К 70-м годам 14-го века сформировалось новое поколение, которому покорность и страх перед Золотой Ордой были не свойственны. Русь поднималась с колен. Победа над отрядом ордынцев на реке Вожи, одержанная в 1378 году, вызвала воодушевление по всей Руси, но навлекла на Москву гнев хана Мамая. Фактически правитель Золотой Орды грезил мечтой повторить опустошительный поход по Тее и навсегда привести русские княжества к покорности. Его естественным союзником стал литовский князь Егайло, также стремившийся распространить свое влияние на восток. Единственным способом выстоять в этом неравном противостоянии могло стать лишь объединение сил русских земель. На патриотический призыв московского князя Дмитрия откликнулись псковичи и перерославцы, суздальцы и смоляне, ярославцы и нижегородцы. И вот как эту картину описал Карамзин. «И когда собралось русское воинство на смотр под Коломной, то сами подивились силе своей». Грамотный стратегический расчет позволил князю Дмитрию не допустить соединения Ордынской и Литовской армий и одержать по-настоящему историческую победу. К сожалению, даже после разгрома Мамая отношения зависимости между Русью и Золотой Ордой никуда не исчезли. В 1382 году новый хан Тахтамыш разоряет Москву, однако изменения произошли. Периодически, откупаясь от набегов, Москва продолжала объединять соседние княжества и копить силы для грядущего освобождения. Наконец, главным следствием Куликовской победы стало изменение самосознания русских людей, обретение ими уверенности в своих силах. Со временем московские правители окончательно перехватят инициативу у потомков Чингисхана. Ровно сто лет спустя на реке Угре хан Ахмат предпочтет избежать прямого столкновения с русской разью. А уже в 1547 году великий князь московский Иван IV сам примет царский титул, прежде подчеркивавший статус ордынских владык. Народы, исчезнувшие с карты Золотой Орды, вольются в состав московского государства. Уважаемые коллеги, опыт объединения перед лицом исторических вызовов, приобретенный нашей страной на Куликовом поле, по сей день лежит в основе многонациональной отечественной государственности. И в грозный год наполеоновского нашествия, и в самые трудные периоды Великой Отечественной войны наш народ обращался к этой важной страницей нашей великой истории. Подвиг на Куликовом поле символизирует рождение российской нации, служит примером самоотверженного всепобеждающего патриотизма. Уважаемые члены Оргкомитета, впереди у нас 9 лет работы. Может показаться, что это очень большой срок, но он вполне оправдан масштабом стоящих перед Оргкомитетом задач. Тульская область обладает колоссальным историко-культурным наследием. На ее территории расположены 5 крупных федеральных музеев. Рассчитываю, что предстоящий юбилей поможет раскрыть этот потенциал, закрепив лидерство региона в сфере познавательного туризма. Ну и, конечно, очень важно, чтобы эта работа ощущалась самими туликами и соответствовала насущным интересам наших граждан. Для этого необходимо реализовать ряд приоритетных инфраструктурных проектов, обеспечивать доступность и сохранность объектов культурного наследия. Сегодня мы обсудим основные подходы к решению этих и других важных задач, которые стоят перед нами. Я с удовольствием предоставляю слово Татьяне Алексеевне Голиковой. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Сергей Евгеньевич, Алексей Геннадьевич, Игорь Олегович, участники заседания Организационного комитета. Как уже во вступительном слове отметил Сергей Евгеньевич, в 1930 году исполняется 650 лет одному из главных событий в истории России, Куликовской битве, положившей начало освобождению Руси от многовекового иноземного ига. Победа на Куликовом поле стала важнейшим этапом на пути становления централизованного русского государства. Учитывая особое значение для истории России этого события, президентом страны принято решение о проведении в 1930 году празднования 650-летия этого великого события. Во исполнение поручения президента страны правительством образован Организационный комитет, который, собственно, сегодня собрался впервые. И сопредседателями Организационного комитета назначены Сергей Евгеньевич Нарышкин, Алексей Геннадьевич Дюмин и, соответственно, я. Федеральным органам исполнительной власти во исполнение поручения президента было дано поручение подготовить свои предложения по празднованию этого масштабного события. Такие предложения подготовлены в срок к сегодняшнему заседанию. Они, конечно же, нуждаются в проработке, приоритизации, финансовом обеспечении. И, что самое главное, учитывая достаточно длительный срок, как сказал уже Сергей Евгеньевич, 9 лет в преддверии празднования этого события, наверное, мы должны построить свои приоритеты таким образом, чтобы на этом длинном 9-летнем треке, ну, если не каждый год, то хотя бы через год, было какое-то событие, которое отмечалось бы в Тульской области и ознаменовывало приближение 2030 года и самого 650-летия. Наверное, будут какие-то мероприятия, которые будут проводиться не только в Тульской области, но и в других регионах страны, которые также будут связаны с этим мероприятием. И очень важно, чтобы наши коллеги из федеральных органов исполнительной власти, из других организаций, которые участвуют и в Организационном комитете, и в тех событиях, которые будут сопровождать празднования, также задумались над тем, какие знаковые события связаны с Куликовской битвой и, как я уже сказала, с этим важным событием для истории Руси. Думаю, что празднование самой Куликовской битвы – это не только единое событие, это еще и серьезный импульс для развития Тульской области и, собственно, и план мероприятий сегодня построен таким образом, чтобы территория развивалась, приближаясь поэтапно к этому событию. Думаю, что работа, которую мы проведем по доработке этого плана, по приоритизации событий, будет сродни уже наработанному опыту, который мы имеем по проведению празднования в 2020 году 500-летия Тульского Кремля, но это, конечно, событие 30-го года более масштабное, поэтому и срок подготовки к нему такой большой. Мы со своей стороны, как правительство Российской Федерации, готовы оказывать всестороннюю поддержку Тульской области нашим коллегам для того, чтобы достойно подготовиться и провести это мероприятие. Могу только пожелать всем успехов в проведении и подготовке этого события. Спасибо. Благодарю вас, Татьяна Алексеевна, и передаю микрофон Алексею Геннадьевичу Динову. Спасибо. Добрый день, уважаемая Натальяна Алексеевна, Сергей Евгеньевич, Игорь Олегович, уважаемый Владыка. Рад всех, уважаемые участники органитета, рад вас всех приветствовать на нашей гостеприимной Тульской земле. Недавно мы отметили важное историческое событие. Это 500 лет возведения Тульского Кремля и образование большой засечной черты. Теперь мы уже начинаем готовиться к 650-летию Куриковской битвы, которую мы отпразднули в 1930 году. Это стало возможным благодаря поддержке президента России Владимировича Путина, который поддержал инициативу правительства Тульской области. Также хочу отдельно сказать спасибо, слово благодарности каждому участнику органом комитета, которые вошли в этот орган. И я хочу сказать, что нам вместе представят большая и интересная работа по этапному планированию и возведению определенных вещей, которые должны появиться. Историк Лев Гумилев очень точно передал значение Куликовской битвы. На Куликово поле пошли ратье москвичей, владимирцев, сузлицев и так далее. А вернулась рать русских. По сути, Куликовская битва стала судьбоносным для нашей страны. Именно наши предки осознали необходимость объединения разрозненных земель в единое целое. Это положило начало российскому государству, которое способно постоять за себя и дать достойный ответ противникам. В проекте 650-летия нам необходимо вдохнуть мощную общенациональную идеологию. В своем единстве Россия непобедима. Так было, так есть и так будет. Куликово поле сегодня является местом силы и протяжения. Наша задача – придать ему новое звучание. Куликовская битва должна стать символом целности нашего государства, знамением, которое мы с гордостью должны нести и передавать из поколения в поколение. Глобальная цель этой работы – сохранение исторической памяти и нашей национальной идентичности. Каждый, кто приезжает сюда, должен проникнуться пониманием России в ее глубоких исторических смыслах. Для этого мы планируем создать здесь культурно-туристический кластер общенационального масштаба и обеспечить его всем необходимым в современной инфраструктуре. Конечно же, с пониманием глубокого образовательного процесса. Это даст мощный импульс для развития региона и туристической отрасли, не только для отдельно взятого субъекта, но и для страны в целом. В завершение хочу подчеркнуть. Мы об этом говорил и президент неоднократно, и в большом развертком манитаре говорил Сергей Геннадьевич Нарышкин, об этом говорили наши историки, высказывались, и руководители силовых структур. Мы видим в последнее время, как наши партнеры, в прямом смысле недруги, можно сказать, делают попытки исказить, переписать нашу историю Великой Отечественной войны, подвиг солдат-освободителя, подвиг нашего героического народа. Но сейчас мы уже слышим и идут посягательства на основы национального самосознания русских и наши идеологические устои и ценности. И здесь, конечно же, значение полякового поля, значение этого события, оно придает еще сильнее смысловые нагрузки и идеологическую составляющую. И в завершение я хочу сказать словами нашего руководителя, президента России Владимира Путина, мы никогда и никому не позволим ни исказить, ни переписать нашу историю. Благодарю всех за внимание. Спасибо, Алексей Геннадьевич. Попрошу выступить Игорь Олегович еще. Жанна Татьяна Алексеевна, Сергей Евгеньевич, Алексей Геннадьевич. Пожалуй, ни одно из событий русской истории не пользовалось таким вниманием всех наших руководителей, и это не зависело абсолютно от той власти, которая была в стране. Достаточно вспомнить, с каким размахом отмечалось 600-летие этого события, и, конечно же, наш долг сделать так, чтобы и в памяти нашего поколения, тех поколений, которые будут за нами, отложилось празднование и грядущего 650-летия. Я хотел бы поблагодарить власти области, которые держат это постоянно в поле своего зрения, год назад мы вместе с Алексеем Геннадьевичем присутствовали на торжестах по поводу 640-летия, и, конечно же, я был приятно удивлен и обрадован тем уровнем проработки, с которым мы приступаем за год, за 9 лет, к грядущему юбилею. Можно сказать, что план, который уже сегодня сверстан, он действительно всеобъемлющий. Безусловно, есть чем его дополнить. Мы знаем, что есть нации, у которых есть такие действительно святые, сакральные места, не побывав на которых, нельзя считать себя полноправным гражданином той или другой страны. Я считаю, что Куликово поле как раз относится к разряду таких мест, и, безусловно, можно было бы, наверное, дополнить этот план привлечением школьников, более активным посещением классами, экспозиции. Тем более, что у нас большие планы, и даже то, что уже есть сейчас, невозможно посетить и обойти за один день. А после того, как те планы, которые были построены, воплотятся, конечно же, это может быть целью большого, увлекательного, интересного посещения в любое время года. Я знаю, с каким вниманием к этому относится Министерство культуры, с каким вниманием к этому относится руководство Музея-Заповедника, поэтому хотелось бы пожелать всем нам успехов в подготовке этого праздника и сделать так, чтобы он был очень ярким и запоминающимся. Спасибо, Игорь Олегович. Передаю слово Валерию Витальевичу Шерину, первому заместителю губернатора Тульской области, председателю правительства Тульской области. Пожалуйста. Уважаемая Татьяна Алексеевна, Сергей Игоревич, Игорь Олегович Алексеевич, уважаемые члены организационного комитета. Как уже было совершенно справедливо отмечено, в исполнении распоряжения президента Российской Федерации, в исполнении распоряжения председателя правительства Тульской области в установленном порядке были подготовлены и внесены предложения в план мероприятий по проведению и празднованию 650-летия Куликовской битвы. В проект план вошли мероприятия от Тульской области, Минкультуры России, Федерального музея Куликово поле, иных федеральных органов исполнительной власти, а также была проведена большая совместная работа с аппаратом правительства Российской Федерации. Я благодарю коллег за оперативную и качественную включенность. В проекте плана представлены как творческие и просветительские мероприятия, так и позиции по решению крупных инфраструктурных задач. Часть из них уже сегодня имеет финансовую обеспеченность, включена в государственные программы федерального и регионального уровней. Но мы предлагаем поставить перед собой цель реализовать к 2030 году масштабный амбициозный проект и создать на исторической территории Куликово поле, которое охватывает целый ряд муниципальных образований Тульской области, современный культурно-туристический кластер мирового уровня. В связи с этим нами подготовлены расширенные предложения, которые после проработки с отраслевыми ведомственными будут включены в план в установленном порядке. Здесь должны появиться уникальные точки притяжения и инфраструктура высочайшего класса. Для этого необходимо реализовать комплексный подход к развитию данной территории. Сейчас разрешите кратко раскрыть суть этих предложений. Ядром кластера является, конечно, сам музей-заповедник Куликово поле. И разнообразные проекты, которые предложил музей, станут приоритетными. Один из них – новый музей «Русское поле». Проект не имеет аналогов. Такого музея пока нигде нет. «Русское поле» – это образ, который будет раскрыт здесь в разных аспектах. Как поле сражений, как поле трудовых будней, как природная экосистема, и, наконец, как источник вдохновения для творцов и мыслителей. Коллеги могут пояснить концепцию будущего музея более детально, зная, что она находится уже в детальной проработке. Музей «Русского поля» – это не просто здание с экспозицией, но и современные пространственно-ландшафтные решения. На поле появятся скульптурные композиции разнообразной тематики. Их создание будет осуществлено на широкой конкурсной основе с привлечением лучших скульпторов современности. Еще один музей под открытым небом – это уникальный парк исторических реконструкций миниатюр «Богатырская застава», где посетители смогут воочию увидеть древнерусские крепости и селения, стоявшие когда-то на Куликовом поле. Тульская земля хранит следы множества древних сражений. Создание уникального музея военной археологии Восточной Европы с древнейших времен до эпохи Петра I станет еще одним значимым музейным проектом, который завершит формирование комплекса музейного квартала в Туле. Место расположения данного музея принципиально уже определено. Это будет первый в России музей, который расскажет о древнем и средневековом оружии, о сложении воинских ритуалов и традиций народов, оставивших свой след в истории. Еще одним крупным творческим проектом станет создание исторического кинополотна «Куликовская битва». Эти события XIV века недостаточно освещены в том или ином художественном творчестве, поэтому создание фильма о возможной театральных спектакле или музыкальных сочинении выдающихся деятелей наших дней считаем необходимо включить в программу мероприятий. Конечно, базой для реализации всех культурно-просветительских и музейно-выставочных мероприятий станут археологические работы и научные исследования, которые всегда сопровождают любой проект такого уровня. Важным новым объектом на Куликовом поле станет строительство в поселке Епифань Центра археологического фонда хранилища. Возведение таких центров для обеспечения современных условий хранения археологических музейных коллекций проводится в рамках исполнения получения президента Российской Федерации. Создаваемое на Куликовом поле хранилище станет межрегиональным центром, аккумулирующим научный и культурный потенциал, полученный в ходе масштабного археологического изучения территорий не только Тульского, но и окружающих соседних регионов. Нельзя воспринимать события Куликовского сражения вне православной идеи. Безусловно, важным проектом станет восстановление храма в Куликовом поле. Речь идет о реставрации объектов культурного наследия, таких как, например, храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщина, усыпальница и парк в городе Донском, завершение реставрационных работ Никольского храма и уникального памятника архитектуры деревянного храма Дмитрия Солуцкого в поселке Епифань. Не может остаться в стороне от масштабного проекта по празднованию 650-летия Куликовской битвы и областной центр «Город-герой Тула». Здесь мы предлагаем включить в план мероприятий реконструкцию Тульского академического театра драмы, основного места проведения всех театральных проектов и многих других творческих мероприятий. Образовательно-воспитательный аспект программы 650-летия Куликовского сражения будет воплощен в строительстве всероссийского круглоготичного историко-патриотического молодежного центра «Пересвет». Он станет центром изучения истории, археологии, экологии и патриотического воспитания. Стоит отметить, что такого профиля на сегодняшний день нет нигде. Ни на территории Смыслов, ни на Артавриде, а ведь, безусловно, проекты подобного рода так нужны нашей молодежи. Одним из ключевых инфраструктурных проектов плана станет строительство регионального архивного центра в городе Тури с выставочными залами и библиотекой, где впервые будут созданы нормативные условия хранения для почти 3,5 миллионов единиц архивных фондов. Место строительства также определенных, эскизные наработки имеются. В ходе подготовки юбилея и исторической битвы с победой войска Дмитрия Донского на реке Дон не может не встать вопрос о расчистке русла этой великой русской реки и ее притоков, Непрядовой и Птани. И, конечно, условием для реализации этих мероприятий станет решение вопросов с очистными сооружениями городов, расположенных на реке. Комплексом мероприятий в проекте плана предусмотрены работы по благоустройству набережной реки Дон как одного из ключевых объектов празднования, а также создание нового парка исток Дона в городе Новомосковске. Также нами запланирован ремонт и реконструкция подъездных дорог к объектам показа и туристической инфраструктуры. Но сегодня хотелось бы отметить, что реализация всех наших амбициозных планов возможна только при поддержке Федерального центра и синхронизации профильных государственных программ. Прошу поддержать предложенный Тульской областью комплексный подход к развитию территории кластера Куликово поле и дать поручение профильным федеральным органам исполнительной власти совместно с правительством Тульской области проработать предложенный регионам проект и определить механизмы их финансирования. Уверен, что планомерная и активная работа нашего оргкомитета и решения, которые мы будем принимать, позволят нам реализовать к 2030 году наш масштабный план и отпраздновать 650-летие Куликовской битвы на самом достойном уровне. Благодарю за внимание. Спасибо, Валерий Витальевич. Попрошу выступить Ольгу Борисовну Любимову, министр культуры Российской Федерации. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич, Татьяна Алексеевна, Алексей Геннадьевич. Здравствуйте. Действительно, очень важно для нас и опыт, и у Министерства культуры в этой области есть как позитивные, так и негативные, когда мы начинаем заранее, когда так проработанные программы, когда действительно комплексные мероприятия по подготовке проходят заранее. И в регионе, и в министерстве, и на территории правительства, в департаменте обсуждаются детально самые разные направления, что позволяет нам потом спокойно рассчитывать все и укладываться в сроки. Сейчас уже в проекте плана предусмотрено пять разделов. Это основные юбилейные и торжественные мероприятия, это научные, информационные и издательские проекты, очень интересные. Разумеется, выставочные проекты, это социально значимые культурно-просветительские мероприятия и акции, это ремонт зданий, благоустройство территорий и создание новых объектов, о которых сейчас великолепно совершенно была доложена презентация. В настоящее время проект-план на основных мероприятий включает 56 таких мероприятий, в том числе 18, остается за Министерством культуры, 17 – это Тульская область, Минобороны – 11, Миноборонауки – 4, Минпросвещение – 3, Минцифры – 2 и 1. У Росмолодежи, я думаю, что количество этих мероприятий за эти годы возрастет. И предложений тоже. Поэтому мы готовимся все вместе, заблаговременно, и все эти, конечно же, перечисленные, замечательные и акции, новые для нас объекты, учреждения культуры, которые, конечно, будут прорабатываться и наполняться жизнью в течение этих лет, когда мы будем готовиться. Спасибо вам большое. Спасибо, Ольга Борисовна. Как я уже сказал в выступлении, на мой взгляд, таким определенно смысловым центром по подготовке всех юбилейных мероприятий должен стать музей-заповедник Куликово-Полисов, где мы сегодня с вами находимся. Я попрошу выступить директора музея-заповедника Владимира Петровича Грицарко. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич, Татьяна Алексеевна, Гирея Олеговича, Алексей Геннадьевич. Огромное спасибо за то, что мы сегодня собрались. Это большой начал, это новый этап собственно мемориализации Куликового поля. Программа действительно насыщена, многие вопросы еще нуждаются в уточнении, в расшифровке. И я хотел бы на примере только одного объекта, который уже сегодня прозвучал, постараться чуть-чуть приоткрыть, кратко приоткрыть, собственно, смыслы, которые мы вкладываем вот в каждый пункт этой серьезной, большой, комплексной программы. Государственный музей-заповедник Куликово-Поле в современном, собственно, научном мире, музейном сообществе является сегодня одним из таких всероссийских центров в изучении древней средневековой военной археологии. В ходе многолетнего сотрудничества с ведущими научными организациями, такими, в первую очередь, Институт археологии Российской академии наук, Государственный исторический музей, была разработана уникальная методика поисковых работ на полях средневековых сражений, полей сражения нового времени. Тульская земля хранит многочисленные свидетельства, в буквальном смысле, сотен сражений, среди которых, конечно, первое родное поле России номер один. Сегодня полным ходом, помимо изучения полей сражений, идут исследования сожженных древних городов и крепостей, воинские погребения, оружие и снаряжение. Одним из таких вот итогов многолетних исследований стали, собственно, обширные коллекции. Сегодня в нашем музее хранится свыше 81 тысячи экспонатов. Только поступление до 2021 года – это более 6 тысяч единиц новых артефактов. Одной из изюминок фондового собрания музея-заповедника является уникальная коллекция предметов вооружения, включающая более 7 тысяч предметов древнего оружия и воинского снаряжения. При учетом того, что поясной набор, состоящий из десятков деталей, мы считаем как за единицу. Предметы коллекции охватывают буквально в смысле тысячелетий мировой истории. Оружие сотни народов, оставивших свой след мировой истории, как славяне, скифы, сарматы, греки, готы, хазары, половцы, печенеги. И все это требует, все эти материалы требуют презентации. В новой экспозиции первого в России музея истории древнего и средневекового оружия. Но музей расскажет о корнях воинских традиций народов, оставивших свой след в российской истории. Эволюция оружия – это история развития науки и производства. Для производства оружия всегда использовались самые совершенные материалы, самые передовые технологии. Воины составляли и составляют элиту любого общества. Несмотря на то, что привычных для нас мундиров, знаков отличия, наград еще тогда не существовало, но их всегда отличала особая культура. Это и особым образом украшенное оружие, застежки плащей, сбруи, боевых коней и так далее. Все это показывало особый статус воина, его место и роли, так сказать, в войске. Научная база, собранная фондовая коллекция и опыт создания музейных экспозиций позволяет воплотить этот проект. Реализация, с нашей точки зрения, была бы самым удачным местом – это музейный квартал города Тула. Создание на его территории нового уникального музея могло бы стать такой кульминацией развития важнейшего проекта для нашего региона. И, как показывает мировая практика, лучшей экспозиции получаются в специально спроектированных новых зданиях. Наиболее удачным, с точки зрения развития музейного квартала и размещение по идеологии этого музея представляется территорией, непосредственно прилегающей к нашему зданию, которое мы сегодня увидим уже новой экспозиции, к зданию наших друзей Государственного исторического музея. Более того, отсюда открывается великолепный вид на набережную, что очень важно, на оружейный завод. Тем самым мы могли бы подчеркнуть еще особым образом вот эту историческую преемственность. И этот, может, проект был бы, так сказать, началом большой работы по реализации программы и, наверное, завершающей, так сказать, в музейном квартале. Огромное спасибо за внимание. Владимир Петрович, спасибо большое. Вот в археологических раскопках, кроме сотрудников музея-заповедника, участвует и Институт археологии Российской Академии наук. И я попросил бы Николая Андреевича Макарова, директора института, также рассказать об этой работе. Уважаемый Сергей Евгеньевич, Алексей Геннадьевич, Татьяна Алексеевна Игорь Олегович, наша новейшая история, празднование 600-летия Куликовской битвы, стала одним из самых содержательных и продуктивных для исторической и археологической науки юбилеев. Оно сопровождалось, предварялось очень широким историко-географическим, археологическим, палеоландшафтным изучением территории Куликового поля. И фактически именно те материалы, которые были получены в 1980 году и в последующие годы стали основой для создания этого музея замечательного, в котором мы сегодня собрались на практически пустом месте. И Куликовская битва стала такой исторической реальностью, которая нам известна на твердых фактах, именно после вот этой исследовательской программы, реализованной 40 лет назад. Поэтому то, что должно быть сделано в связи с грядущим юбилеем, должно быть, так сказать, так же весомо, так же полноценно в историческом плане, как и та программа, которая была реализована ранее. И я думаю, что в новом юбилее должны быть три важные научные составляющие. Одна из них – это, конечно, изучение полей сражений. Музей Куликово поле является центром изучения военной археологии федерального европейского уровня. И здесь много открытий нам предстоит. И одно из них было сделано в этом году – неожиданное открытие поля Судбищенской битвы. Это не Тульская область, это соседняя Орловская область. Это сражение 1555 года, когда русское войско ценой жестоких потерь остановило продвижение к Москве Орды Девлет-Гирея. Но вот это члено-неожиданное открытие показывает огромный потенциал центра России как территории изучения полей сражений. Здесь многое еще должно быть сделано. Второе направление – это, конечно, изучение самой Тульской области, археологического района Куликово поле. Широкое изучение. Здесь еще 400 памятников, которые не поставлены на учет. Они нуждаются в уточнении границ постановки на учет. И это очень интересная тема. И, наконец, третья тема – это изучение русского XIV века. 650-летие битвы Куликовской ставит на повестку дня изучения XIV века как особого периода в истории Руси, драматичного, тяжелого, трудного, того времени, когда судьба восточного славянства могла, судьба Руси сложиться по-разному. Кстати, мы это хорошо осознаем. Но здесь есть, так сказать, чем заниматься. Здесь много дискуссионных моментов. И здесь много новых материалов. И наши работы в Кремле. Открытие остатков чудового монастыря, который был основан воспитателем Дмитрия Донского, митрополитом Алексиев, показывают, что здесь тоже нас ждет много открытий, здесь много работы. И тема истории и археологии XIV века позволяет яснее понять место Куликовской битвы в нашей истории, в нашем историческом пути. Так что хотелось бы, чтобы историческая программа грядущего юбилея была весомой, и мы уверены, что она даст новые результаты. Спасибо, Николай Андреевич. Уважаемые коллеги, кто хотел бы еще выступить, дать какие-то дополнительные комментарии к тому, что уже сегодня было сказано. Пока нет, пожалуйста, Константин Ильич. Константин Ильич Могилевский. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Татьяна Алексеевна, Алексей Геннадьевич, Игорь Олегович, уважаемый члены Оргкомитета, мне кажется, что нам, членам Оргкомитета, тем из нас, кто проводит регулярно те или иные мероприятия федерального масштаба, можно было бы подумать о том, чтобы использовать вот эту площадку музея Куликово поле для того, чтобы время от времени, на протяжении этих девяти лет, ну и, конечно, дальше, здесь собирать представителей разных российских регионов. Но что могли бы сделать мы по линии Российского исторического общества, Фонда истории Отечества, у нас регулярно проходят конкурсы учителей истории, когда несколько десятков самых ярких учителей истории со всей страны собираются в Москве, вот, наверное, можно было бы собирать их не только в Москве, но и приглашать сюда. Есть конкурсы краеведов, школьников, и я думаю, что если члены Президиума Российского исторического общества Сергей Евгеньевич поддержат, то мы могли бы эту площадку вместе с музеем в этом плане активировать, развивать, есть формат международной исторической школы, которая развивается по поручению президента, мы вместе с Минобранауки, вот Елена Сергеевна Дружинина этот вопрос курирует, в этот раз, буквально через две недели она пройдет в Ленинградской области, мероприятия следующих исторических школ, наверное, тоже можно было бы подумать, чтобы провести и в Тульской области, в том числе и здесь. И это, конечно, будет способствовать лучшей узнаваемости этого места, люди со всей стороны смогут его почувствовать, потому что, как говорится, лучше один раз своими глазами увидеть, чем сто раз в интернете посмотреть. Спасибо. Спасибо, Константин Ильич, я согласился бы с Вашим предложением, поскольку действительно большую часть в плане подготовки к празднованию этого юбилея должна занимать историко-просветительская работа, а это как раз то, о чем сейчас только что говорили. Спасибо. Коллеги, еще кто хотел бы? Прошу Вас, Андрей Викторович. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Татьяна Алексеевна, Игорь Олегович, Алексей Геннадьевич, я бы хотел поддержать предложение, которое сегодня прозвучало от правительства Тульской области по включению в план мероприятий строительства современного комплекса Государственного архива Тульской области. Государственный архив Тульской области – это один из крупнейших региональных архивов нашей страны. В настоящее время он хранит более 2,5 миллионов архивных дел. Причем самые ранние документы относятся к 16 столетию. И вообще древолюционная составляющая этого архива имеет чрезвычайно важное научное, посвятительское значение и является частью историко-культурного наследия нашей страны. В настоящее время архив имеет 4 площадки на территории города Тулы. Надо сказать, что, к сожалению, ни одна из этих площадок не обеспечивает надежных условий для сохранности архивных документов. Так сложилось исторически, и температурно-влажностный режим, особенно в архивах хранилищах, которые находятся на улице Болдина, и где находятся дореволюционные фонды, более 500 тысяч единиц хранения, не обеспечены с точки зрения ни температурно-влажностного режима, ни системы пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, не имея современного оборудования и так далее. Поэтому, конечно, это очень важная задача. Кроме того, даже те 4 площадки, которые имеются, к сожалению, уже их резерв площадей подходит к завершению. Уже около 100% загруженность архива Тульской области. Кроме того, архив, который ведет довольно большую работу и по созданию электронных копий архивных документов, и подготавливаются виртуальные и традиционные историко-документальные выставки. Проводятся противительские мероприятия очень активно. К сожалению, нет ни выставочного зала, ни современных оборудованных читальных залов для работы пользователей. Конечно, необходимо создавать условия уже и для приема электронных документов. Та задача, которая перед архивистами нашей страны в настоящее время стоит очень остро. Поэтому, конечно, решение этой задачи позволило бы все эти проблемы, на наш взгляд, решить. Причем, я бы хотел обратить внимание, что решение этой задачи нельзя откладывать надолго. Потому что вот то архиво-хранилище на Богдина, которому я сказал, к сожалению, когда документы в 2009 году были перевезены из церкви, они уже были поражены грибком, они имеют и поражение микроорганизмов и так далее, и так далее. Поэтому их нужно просто спасать реально. Поэтому, чем быстрее мы сможем реализовать этот проект, тем, конечно, будет лучше. Мы, со своей стороны, готовы оказывать семейную поддержку Федерального архивного агентства реализации этого проекта. Мы с коллегами довольно активно общаемся и с Министерством культуры Тульской области, и с архивистами Государственного архива Тульской области. У нас накоплен за последние десятилетия очень большой опыт реализации подобных проектов. В настоящее время на федеральном уровне мы реализуем проект строительства современного архивного комплекса Государственного архива Российской Федерации в городе Обнинск, Калужской области. Реализуется целый ряд проектов, реализованных уже в других регионах страны. Поэтому этот опыт окмулиживается Федеральным архивным агентством и готовы им поделиться. И на всех стадиях разработки технического задания для проектирования и на стадии проектирования реализации проекта мы будем рядом и все, что необходимо делать. Но для того, чтобы решать вопрос о ключевом вопросе финансирования, конечно, необходимо выполнить те условия, которые отчасти уже выполнены, поскольку площадка на Рязанской улице подобрана и она соответствует необходимым условиям для строительства современного архивного комплекса. В настоящее время стоит задача подготовки проектно-смертной документации, для того, чтобы уже можно было совместно выходить с предложением к руководству страны для отключения этого объекта в федеральную адресную инвестиционную программу. Поэтому большая просьба к руководству области, если есть возможность, в бюджете 2022 года предусмотреть необходимый объем финансирования. Насколько я понимаю, это порядка 38 миллионов рублей, для того, чтобы мы в течение следующего года смогли совместными усилиями вот этот этап подготовки проектно-смертной документации пройти. Ну и в заключение хотел бы сказать, что и Федеральное архивное агентство, и Федеральные архивы, которые также располагают колоссальным информационным ресурсом для обеспечения тех грядущих больших мероприятий и выставочных, и издательских, и просветительских, готовы принять самое активное участие и оказать всемирную поддержку в их реализации. Спасибо. Спасибо, Андрей Викторович Юрасов, как заместитель руководителя Федеральной архивной службы. Действительно, сознанием дела поддержал вот это предложение о строительстве нового комплекса Государственного архива Тульской области. Андрей Викторович, я вас поддерживаю в этом вашем стремлении. Считаю также просто абсолютную, как абсолютную необходимость строительства нового комплекса и просил бы включить этот пункт мероприятия в наш план, так сказать, и начать этот пункт реализовывать. Не замедленно идти. Алексей Геннадьевич, прокомментируйте. Я абсолютно полностью согласен. Большое спасибо коллеге, что вы на этом уровне поддерживаете. Но здесь очень важна не только оригинальная составляющая, там тем более сумма такая же большая по значимости и пониманию этого объекта. Здесь важна поддержка Ульги Борисовны, Татьяны Алексеевны и, конечно же, Минфина правительства Российской Федерации. Для того, чтобы мы начали реализовывать в следующем году и выделять деньги для проекта с металлодокументацией, мы это все сделаем, конечно, незабедлительно и в кратчей сроке с прохождением экспертизы. Но мы должны четко понимать, что Федеральный центр в последующих шагах, по тому алгоритм, по которому мы уже проходили, понимаем, о чем мы говорим, нас поддерживают и необходимое финансовое строение будет выделено. Татьяна Алексеевна, вижу в ваших глазах, что поддержка вводит Солька Борисовна. Татьяна Алексеевна, я смотрю, вы хотите высвязаться? Я, алкология, как вы знаете, горячо поддерживаю архивную службу всегда, но нам нужно понимать концепцию, сейчас было просто выступление, нам нужно понимать концепцию создания архива, то есть это будет только Тульской области или это будет более широкая зона охвата тех архивных документов, которые могут быть сконцентрированы в этом архиве. Ну и, конечно, финансовая составляющая, то есть параметры реальные, которые зависят от того, какие там будут архивы. Сейчас, как вы знаете, 22-24 год бюджет формируется уже на практически низком старте для внесения в правительство, поэтому вам, наверное, потребуется какое-то время для того, чтобы концепцию сформировать, и это уже будет, наверное, бюджет 23-25, если такие документы будут подготовлены. Поэтому, Сергей Евгеньевич, предложение какое? Сейчас сформулировать в протокольном поручении все-таки проработку этого вопроса именно в части концепции, чтобы потом мы определились, потому что это будет федеральный архив, и нам надо понимать еще раз, что он охватит и какие параметры финансового обеспечения у него будут. А так мы, конечно, только за развитие архивной службы и за развитие всего того, что связано с архивным делом. Спасибо, Татьяна Васильевна. Ну, для меня очевидно, чем быстрее и качественнее мы сформируем и концепцию, а главное, проектно-сметную документацию, тем быстрее мы защитим в Минфине эту строку и эти цифры. Вот и все. Спасибо. Коллеги, кто еще хотел бы высказать? Можно, Сергей. Уважаемый Сергей Евгеньевич, достаточнимые дамы и господа, возлюбленные Господи, братья и сестры, высокое собрание, позвольте мне от всей православной полноты митрополии Тульской приветствую всех вас на священной земле Курюкова поля, собравшихся по высокому приглашению лидера Отечества нашего, президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, для того, чтобы положить начало соборным трудам по подготовке и проведению знаменательного исторического юбилея 650-летия Курюковской битвы. Конечно, невозможно переоценить значение того подвига, который был совершен нашими предками и тех плодов этого подвига, которыми положены в основании строительства российской государственности и позволяли во все эти столетия нашему народу преодолевать различные жизненные испытания. Самый главный, наверное, урок, который был вынесен из этого исторического факта в истории Отечества нашего, хранится в народной памяти и сформулирован буквально несколькими словами, как «Духовный завет и благословение преподобного Игумена Радонежского Сергия, благоверному герою Курюкову поля, князю Дмитрию Ивановичу Донскому, о том, что любовью и единение спасемся». И этот вот завет в богословском смысле уже не словесно, а художественно был прекрасно выражен одним из учеников преподобного Сергия, знаменитым нашим русским иконописцем Андреем Рублевым в его «Живоначальной Троице», чтобы взиранием на «Живоначальную Троицу побеждать ненавистную рознь мира сего». И то, что мы сегодня уже слышали, замечательные слова Василия Осиповича Ключевского о том, что сюда, на Курюково поле, пришли разрозненные дружины княжеств русских, а возвратился с Курюково поле единый русский народ. И, может быть, история «Совское значение» и выражение его словесное замечательно уже было позднее, сформулировано одним из лидеров славянофийского движения, земляка и для москвичей, и для нас, трудников, Алексея Степановича Комякова о том, что смысл, который является жизненосным и жизнеутверждающим, и когда народ и государство, структура следует ему в своей жизни, то во всех испытаниях всегда результат будет победоносным. И он звучит таким образом, что «нужно устроять свое благополучие в единстве свободы по закону жертвенной любви». Вот эти такие смысловые ориентиры очень важны вот с моей точки зрения в нашей современной ситуации, когда мы также подвигаемся со всех сторон разного вида нападкам, потому что вот эта удивительная тайна русского духа, русской души, о которой Тютчев прекрасно сказал, что умам в России не понять и арширно, в общем, не измерить, вот, и в России можно только верить, она как раз и лежит здесь, вот в этой непонятной для потребительской идеологии человеческого общества самозабвенной жертвенности, желания блага другого прежде и больше, чем для самого себя. Вот это то, что мы называем нашим русским патриотизмом, то, что всегда сопряжено, конечно же, с тяжелыми жизненными утратами и потерями, но всегда свято и всегда жизненосное, жизнеутверждающее. В этом смысле это, наверное, тот смысловой корень, на котором растет все древо нашего государственного благополучия, позволяющего уважать свободу всех не позволяя этой свободе вырождаться в губительную вседозволенность произвола и в то же самое время не позволяя единству вырождаться в губительную единичность, а вот в единстве и множестве раскрывать свой творческий потенциал к общему благу и красоте и радости жизни каждого конкретно участвующего в этом общении в процессе человека. И очень отрадно было сегодня уже услышать, что мы не просто собрались познакомиться друг с другом, как приглашенные Владимира Владимировича, а уже пришли каждый со своим багажом, со своими творческими инициативами. Посмотрите, они какие многогранные и все в точку, в том числе отрадно, что не забыт и наш регион, его польза и развитие, но и в то же самое время мы понимаем, что события, которые нам предстоит встретить и отпраздновать, и самый главный процесс его подготовки широко выходит за пределы наши локальные. Он обращен ко всему русскому миру. И иначе быть не может, потому что идея, за которую здесь пролили кровь и отдали жизнь, и которая лежит в основе просветания жизни в будущем, она транслируется из поколения в поколение, она вечно. И в этом смысле мы обязательно должны подумать о том, чтобы все были и молодежь, и все другие, и не только внутри страны, а весь русский мир, весь наш богатый, широкий русский мир, который сегодня присутствует на всех континентах земного шара, чтобы все могли быть включены, все бы вдохнули этот кислород вечности, который несет с собой этот смысловой импульс, исходящий от результатов победы на Куликовом поле. Может быть, можно это сегодня понять и сравнить с той атакой, которую весь мир, и в том числе и мы, испытываем со стороны этой ковидной пандемии, когда нужно людям давать чистый медицинский кислород для того, чтобы побеждать это. Вот так нам этот кислород духовной вечности нужно сегодня донести, особенно для нашей молодежи, чтобы не переписывали историю, не искажали наших исконных жизненосных принципов, чтобы на них строилась и развивалась и современная наша жизнь, и светлое будущее нашего Отечества и всего русского мира. И мне бы, может быть, хотелось попросить вот что, может быть, одним из первых шагов нашей с вами совместной жизни сделать. Памятую, что благословение Отче утверждает Дом и чад, может быть, было бы весьма правильно нам обратиться с посланием ангелу и первосвятителю Церкви Русской, Святейшему Патриарху Московскому и Веселяру Си Кириллу, который сегодня по долгу своего патриаршего служения продолжает жизненный путь и служение как Священный Архимандрит Троица Сергий Вилавль самого преподобного Сергия, преподать благословение нам на наши предстоящие труды, и, может быть, даже и определить какого-то координатора по взаимодействию для того, чтобы мы могли бы все свои идеи вовремя доносить до Святейшего Патриарха и Священного Начали Русской Церкви, и те уже исходя из юридикции Русской Церкви, простирающейся на весь мир, давали бы возможность всему нашему русскому миру, всем приходам включаться в общее дело и дышать этим кислородом в вечности. Спасибо, благодарю за внимание. Спасибо, уважаемый Владыка, за ваши проникновенные слова. Уважаемые коллеги, мы завершаем первое заседание Оргкомитета. В качестве заключения я сказал бы следующее. И попросил бы правительство Тульской области и Министерство культуры доработать проект плана мероприятий по проведению юбилея Куликовского сражения, Куликовской битвы и согласовать его со всеми членами Организационного комитета. У нас еще есть время, поэтому я предлагаю всем членам Организационного комитета, если будут дополнения в ходе вот этого периода, короткого периода согласования плана работы, ваше дополнение передать. Ну и совсем последнее, я хотел бы еще раз поблагодарить всех членов Организационного комитета, всех вас, уважаемые коллеги, кто вот согласился принять участие вот в этой большой, масштабной, рассчитанной на 9 лет и очень важной работе. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.